Спонсор этого видеоролика Озон Тревел. Заказать недорогие авиа- или же дебилеты вы можете по ссылке в описании. Мы приветствуем вас на нашем канале и перед просмотром просим подписаться, поставить лайк этому видео и поделиться им с друзьями. Приятного просмотра! Название Бузулук впервые появилось на карте Московского государства, изданной в 1562 году в Англии. Им были обозначены Бузулукский бор, а также река Бузулук и находившееся на ней поселение, которое появилось предположительно в 13 веке. Крепость Бузулук была основана в 1736 году. Она располагалась на реке Самара недалеко от того места, где в нее впадает река Бузулук. Первыми поселенцами крепости стали 478 яицких казаков, 47 человек разного звания и 19 нагайцев. Бузулукская крепость была ограждена широким валом, глубоким рвом и бревенчатыми стенами. На башнях размещались пушки. У крепости было четверо ворот – Оренбургские, Самарские, Домашкинские и Ушанские. В 1781 году указом Екатерины 2 Бузулук был преобразован в уездный город. В 1781 году указом Екатерины 2 Бузулук был преобразован в уездный город. В городе быстро развивались промышленность, торговое и банковское дело. Три Бузулукских базара и две ярмарки были известны далеко за пределами уезда. Главным товаром была пшеница. В 50-х годах XX века началось исследование Бузулукских нефтяных месторождений, а в 60-х – их разработка. Бузулук слывет нефтяной столицей западного Оренбуржья. В городе сохранилось немало зданий, которые были построены на рубеже 19-20 веков. Это бывшие купеческие дома, магазин купца Киселева, ликероводочный завод, дом мирового судья, женская гимназия, водонапорная башня, мельница и контора вагонного депо. В одном из таких исторических зданий размещается Бузулукский краеведческий музей. Здание является образцом архитектурного стиля русский модерн. Музей был создан в 1954 году. За время своего существования в нем собран интересный материал, связанный с историей края. Наиболее ценными музейными коллекциями являются Произведения русского художника Малевина, Коллекция документов Бузулукского земского собрания, Датированных 1850-1917 годами, Коллекция русских самоваров, Коллекция фотодокументов, Запечатлевших виды Бузулука и городских окрестностей на рубеже 19-го 20-го веков, Этнографическая коллекция предметов быта, Коллекция сарматских мечей. Красивейшим городским памятником архитектуры является здание бывшей женской гимназии. Оно было построено в 1901 году архитектором Яном Адамсоном. Здание сооружено из красного кирпича в стиле псевдоготика с характерными для готики башенками, Обрамлениями окон и дверей в виде стрельчатых арок. В 1904 году в Бузулуке появилось другое творение того же архитектора, Водонапорная башня. Яну Адамсону удалось скрыть функциональные особенности постройки и усилить декоративные. Башня тоже была сооружена в готическом стиле. Такой же насыщенно-красный кирпич, 8 стен плоскостей, 8 интересно оформленных углов, Кровля-купол над боком и окна бойницы. В 15 километрах от города находится мечта туристов, Бузулукский бор. Это огромный лесной массив, Более двух третей которого занято сосновыми лесами.